Играться с едой нехорошо. Я думаю, все это знают, да? Но, тем не менее, я доигрался с Карлом Францем. И он теперь очень злой и вместе с Гельтом пытаются нас наказать. Он, понятное дело, понанимал тут легендарных. Несмотря на то, что мы разбили недавно Гельта, он легендарными просто заспамил. И на самом деле у меня шансов немного выиграть. Я бы сказал, у меня их нет. Потому что у него и Димми Грифы там легендарные, и артиллерии полно. Не, ну конечно, мы нелегко так сдадимся. И сейчас постараемся дать ему такой бой, чтобы он зашатался. И хорошо, что фея заклинательница у меня легендарный лорд. Она-то вернется. Она вернется злая, Карл Франц. Она не будет уже потом с тобой играться. Он, вот честное слово, вот хотел по-хорошему. Вот давал возможности ж начать штурм. Вот начинай штурм Марренбук. Вот не хочу тебя зажимать, говорю. Не хочу тебя наказывать. Вот даю тебе возможность. Нет же, по-хорошему не понимает. Можно попытаться пойти в бой, но подкрепление будет тут же подходить. Фигня получится на самом деле. Если подкрепление подходило, допустим, с моей стороны, я бы понял. Я бы так и сделал. Я бы, наверное... Хотя нет, если с моей стороны я напал бы на подкрепление сначала. Че я вот это вот рассказываю. Обидно, что у меня нету... Совсем нету... Либордистов. Есть, конечно, кавалерия, которая хороша против крупных целей. Но это чуть не то. Кавалерия будет скакать. А мне нужен кто-то, кто будет дома сидеть. И гостей встречать. Ой-ой-ой. Я... Ух ты. А у Карла Франца обилки, по всей видимости, стремительный удар есть. У него что-то новое и свежее. Вот это интересно. А я так-то не смотрел после обновления, после патча, что ему поправили. Надо было, наверное, взглянуть. Он сам даже пошел в первый. Он артиллерию начинает обстреливать. Ой, кавалерию. Артиллерии и кавалерию. Такс. Здесь, если что, летуны нас прикроют, я думаю. Так, сейчас магия. Это, конечно, не маленький хит. Хотя, я думаю, лучше ветромагия, да, для... ...использования на своих использовать. Все, отступай. Так, а эти парни... ...пистольеров. Сейчас мы... Да, тут стрелки... ...мою элиту обижают. Разбиваем, разбиваем. Элита покоцанная. Ну что сделаешь? Все, отступаем. Там великая пушка по нам стреляет. Все, пофигу, пусть бежит. Отступаем. Отступать. Плевать на Карла Франца. Максимально плевать. Отступаем. Взлетаем. Отступаем. Взлетаем. Карлу Францу. Так. Королева моя. Прекрасная. Давай вот этим. Подсоби. Они даже отступили. Понимая, что... ...ничего не сделают здесь. Так, а мою... ...вот эту кавалерию, конечно, тут поймали. И очень неприятно наказали. Карл Франц разбивает моих рыцарей на королевских. Вы че, не можете разбить его? Вы ж на этом специализируетесь. Отступаем. Отступаем. Вы давайте кавалерии. Кавалерия, займитесь артиллерией. Гельд подключился. Разбейте императора Карла Франца, пусть он бежит. Трус несчастный. Так, здесь... ...здесь у нас... ...нужна магия. Из 15 бойцов. Заклинания заставляют узловые корни деревьев подниматься с земли и... ...утаскивать врагов навстречу жестокой смерти. Ну, да. Так, ну нам сейчас нужно... ...наверно вот это. Тем более... ...там... ...урон сквозь доспехи есть. Так, ловим здесь. Так, отступаем, пегасики. А, чтоб стрелки не достали. Лучники, начинайте стрелять по вот этим. Разбейте вот этих тяжелых мечников. Все, гасите Карла Франца. Блин, я тут забыл, что я... ...разбиваю же вот этих. Так, что у нас здесь? Кто здесь? Костеллянт. А, так. Доспехи плюс 60. Восстановление здоровья бойцов. Пригодится. Разбейте вот этого. Разбить, разбить, разбить. Накажи люминарк сейчас. Ох ты, елки-палки. Они-то достали. Но от них уже практически никого не осталось. Не-не-не, Франца, Франца, Франца бейте. Убить Франца. Убить императора Франца. Лучнички. Гасите вот этих. Свободный отряд ополченцев. Зря я, наверное, кавалерию сюда отправляю. Тут тем более, эх, королевские. Подтягиваются. Давай, пегасики. Взлетайте и накажите там его. Так, а ну-ка. Королевские корни. По-хорошему на демигрифах испытать их. Ёлшкин кошкин. Да тут. Посмотрите, что сделала эта магия. Эта ж магия просто уничтожать начала врагов, государства. Так, кавалерия, которая обычная кавалерия, она уходит. Эту кавалерию я тоже потерял уже. Лучнички. Разбейте Карла Франца. Да, энергии нужно пока подкопить. Под эту фишечку. Все, вражеский лорд ранен. Вот сюда стреляйте. Все, пусть бегут. У меня, если что, есть живущие снизу. Просто хорошо в толпу заходят. Артиллерия. Так, стопэ. Да, я понимаю, что их сейчас бы лучше преследовать, чтобы они не вернулись, но у меня на самом деле не так много вариантов. Тьфу, блин. Стопэ. Красотка. Поедем, красотка, кататься. supplied. Какой бой? Ты всеawi. Красотка. Василий niet. Но нам нужно покидать! Красотка. Красотка дащика. так давайте соберем толпу побольше забыла как-то про вот эту плюшечку так стопы сейчас призовем живущих снизу вот это вот я понимаю магия боевое приятно да я проиграл да у меня один фиг нету шансов на победу все в бой так леди а ну-ка а может шансы есть у нас еще прорвись прорвись через них прорвись и отвлеки стрелы во время полета прям меняли траекторию так давайте давайте живущие снизу мне нужны все кто готов сражаться еще все кто готов сражаться все суда или даже знаете все суда ближе 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 отлично живущие снизу готовы ага но кроме нее никто уже не хочет чего отступать быть если вы отступаете то я то я согласен так давайте тогда чтобы забрать побольше народу идем вот сюда на самом деле можно было затащить о блин прям нормально можно было затащить так давай копейщик подключайся сюда же живущие снизу блин да магия жизни просто топ вот это вот можно было на самом деле да я как-то с плохим подходом так сказать подошел к этой битве посмотрите моя артиллерия настрелял только 416 это артиллерия кстати изначально со мной было и реально она показывает что по характеристикам они отличаются но она по точности по всей видимости лучше поэтому надо наверное под конец прохождений обзавестись ими да франц выиграл но как сказал пир еще одна такая победа ты вообще останешься ни с чем хотя стек я не потерял хоть он и отступил раз на раз не приходится как-то не пойму через раз это действует ну и скейлинги тут разбушевались да тут даже автобой с тобой справиться господин избранный вами лорд пал в бою остатком его армии нужен новый предводитель будем надеяться что его не постигнет та же участь надеемся 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 блин он один ход все лишь побыл в городе уже схватил какой-то трепак так идем помогать кстати даже без подкрепления из города тут вообще легко и непринужденно и вот в этот раз они отступали и мы их разбили полностью тоже вот иногда забавная штука и отлично это еще живо баллиста требуше так нужно второй левел требуше где-то строить все таки она реально топ вот после если бы эта битва чуть раньше произошла я бы хуну их нанял бы и не стал бы даже отправлять его без них так далеко и так надолго мидденхайм ну ты-то должен был с этими хотя нет смотрите он пишет что сложным будет выиграть но на штурм даже если он пойдет то вряд ли он выиграет шансов у нее нет строим стены все застраиваем все застраиваем так ты наверно иди вот этот город верни ну точнее он и не был никогда нашим так то если если быть честным и откровенным его нужно не возвращать а у меня кстати тут же есть вот я могу здесь нанимать я забыл про это а леди сколько по времени будет восстанавливаться четыре хода так ну тогда ты иди в атаку здесь от армии осталось так одна пыль он то думал двумя армиями меня возьмет не тут то было да надо было раньше чуть использовать этих живущих снизу и реально блин тут можно было бы затащить собрать вот так вот толпу побольше собираешь толпу побольше живущих снизу и и все и ты топ жизнь удалась а враги бегут в ужасе и прячутся под юбки так в принципе тогда давайте по всем сейчас провинциям пробегусь в коем веке у меня даже тут строить вообще нечего я даже ни одного молоточка не вижу а мне денег нету чё я молоточки ищу все деньги ушли фонд добрых дел луану прямо идет ну а что сделаешь кстати он идет вот наш опять в осаду пытается взять город но на штурм он не пойдет ну что он там сделает блин нот гномы ну что вы делаете ну зачем гномы гномы вечно его непонятно кто так кислев лучше сейчас прокачать кислев лучше сейчас вкачивать сюда гель да что ты сделаешь скажи мне ты же даже он отступаешь зачем ты вот это вот пытался испугать меня давайте возьмем в осаду тогда чтоб не повадно было им золото плавильня ну вот этого лучше расширим молоточков у меня нету как мне хоть может не быть у меня он глобальная застройка перестройка мировых масштабов у меня даже не хватает постоянно денег при том что доход у меня такой что можно жить припеваючи на самом то деле опять он берет в осаду чё он делает чё он придумывает ну гномы хоть порядок начали в горах наводить хотя опять же кроме как со мной ни с кем не граничат и это плохо да зверолюды пошли на скейлингов ой напоследок как нам а еще одну битвочку потную ну давай серия потных битв в принципе у него все будут ломиться через ворота но у него герои в вышке еще возьмут и у него есть очень хорошая пехота вот на самом деле вот этот отряд сейчас может всю битву затащить вот ну никто из них ничего не сделает но они вот затащат чуйка есть плохо дело так 6 башен да одна пустая даже так давайте всех спускаем на землю с небес на землю лучников наверное размещаем вот здесь чтоб они задействовали как раз вот эти две вышечки этих парней выставляем здесь чтоб вот эти вышки задействовали кавалерию выведем чтоб она задержала башни здесь теперь главное не косякнуть как это было в прошлый раз у меня когда у меня почему то вышки хотя я растянул по всей видимости это уже не работает да как я двумя отрядами зомби в прохождении за вампиров задействовал просто все вышки на стенах по всей видимости это уже не прокатывает так этих парней подводим вплотную эти по жалко у них нету какого-нибудь знаете как в риме втором бомжей сначала были потом я не знаю почему их отменили всякие там непроницаемые стены на мой взгляд это было кайфово удобно и правильно так как его еще не разместил о еще один отряд лучников у меня на самом деле это тут есть это не может не радовать можно этих лучников сюда отправить а эти копейщички тут все теперь начинаем битву вышки вышки все задействованы отлично вы должны сломать и отлично ломайте вы эти вышки отлично задерживаю вот эту теперь правда блин она уже вне зоны и и эта вышка дошла все таки ммм кто здесь грабители тяжелое оружие герой тащит таран забавно так лучше наверное лучники вот сюда стрелять наверно надо было тут отряд лучников здесь разместить здесь ты вообще бездельничаешь все равно хотя ладно стойте здесь лучнички тролли тролли сломали ворота кавалерия сюда но это попахивает сливом на самом деле медленно но уверенно так тролли сейчас могут побежать кто бежит но эти то понятно но сейчас здесь стыла лучнички должны забобожить просто забожить да за счет того что здесь мало места сложно и долго получается да все ворота пробиты на стенах мои бойцы бегут а кавалерия здесь нет такая как варенье у греков способны разносить всех и вся так бегите 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 лучнички так кавалерия ну давай что-нибудь попытаешься сделать лучники а ну вы же можете здесь устроить ой блины у вас тут еще и стрелы закончились да хочу здесь эти лучники они сбежали по всей видимости да уже все бегут я даже сейчас натиск не успею сделать так не тупить но бретонские рыцари и крестьяне сражались достойно в целом если бы не убер новые отряды норска мы подбили бы это дело ломайте вы эти колесницы отлично не вовремя вы вернулись лучнички лучнички на стены господа вы дурные что ли спускаться со стен для вас это смерть если вы спустились блин а бретонцы еще посмотрите достойно сражаются да шансов по сути нету на победу но они сражаются они молодцы они на да город уже пау я его героев просто-напросто не перебью вот она вся арифметика я тебе так по секрету расскажу куда вы бежите давайте давайте разрушите вы эту колесницу последнюю с красивыми такими волками они кусаются да но вы все равно уничтожьте их но мои стараются сражаться пытаются тут все эти побежали все колесница сломалась задача просто убить как можно больше хотя в принципе не колесницы вряд ли я добью давайте вот этих грабить да вот эти вот грабители смотрите они затащили просто на себе за счет непонятно чего и мы еще я никогда если честно не проигрывал в вархаммере из за того что мою площадь захватили я в принципе даже никогда не выигрывал всегда решалось все раньше но здесь как видите битвочка такая прям да две потные очень битвы и два потных поражения тут осталось то у них солдат тролли да герои но герой на самом деле маг посмотрите он два отряда копейщиков в принципе один отряд копейщиков однозначно размотал просто вот этот маг он просто заставил их сбежать ну и колесницы колесницы набили больше всех он мне кажется разрушит у него не хватит сил чтоб второй раз напасть а он даже захватил они ж теперь могут захватывать эти поселеница и почему-то скеллинги захватили а нападал варк я что-то в политике не понимаю по всей видимости я по всей видимости что-то вообще не понимаю политики вроде варк же осаждал меня или нет скеллинги скеллинги да о сурта эк и знакомый парень знакомый парень наш парень то знакомый так ну че начинаем осаду альдорфа просто осаждаем чтоб он никого не нанимал у меня так то ряды проредели проредели и вот эту армию тоже направлю туда сейчас виртбет основу основу основ сделаем и они ж теперь в налете восстанавливают потери поэтому они вообще теперь чувствуют себя крутыми пацанами давайте ладно отправляемся сюда ты продолжай поход там при всем желании даже если сейчас что-нибудь там еще случится у нас все хорошо мы сможем нанять еще одну армию кстати можно начать нанимать даже а нанять какого нибудь лорда омм какого нибудь ну вот допустим бесплатный лорд как говорится почему бы и нет и вот нанять да вот так вот прям что поделиться потом с друзьями поделишься и лучников вот так вот прекрасно поделишься с друзьями артиллерией потом а потом моя прекрасная леди просто которая божит живущими снизу соседи это узнаете соседи снизу вот эти вот которые с перфоратором вот вылазят и просто разносят все вражескую армию хоть какое-то полезное дело делают ладно на этом на сегодня закончу серию спасибо за внимание уже скоро финал и будем начинать новое прохождение но чуть-чуть об этом попозже до следующей серии пока-пока и и и и